В парке перед Верховной Радой митинг, произошли изменения, на этом месте была церковь палаточная Александра Невского, которую снесли это под Верховную Раду. Извините, пожалуйста, я, чтобы вас не показывать, хочу спросить, что это за собрание сегодня? Это против пенсионной реформы или за пенсионную реформу? Здесь за. Есть все за, да? Здесь все за, да. А там люди пошли за Юлию Тимошенко, так они против. То есть, если снижают, значит, это мое мнение, на 100 или на 200 гривен пенсии, это значит хорошо. Моим родителям снизили пенсию от папи на 200 гривен, матери на 100. То есть, и я думаю, что в 75 лет это очень большой подарок. Я вас специально не показываю, что это уже, как бы, что вы, может, и не хотите. Вот, а значит, здесь это, как бы, партия Тимошенко, она организует людей, а там партия Тимошенко с другой стороны, да? А, партия Тимошенко, они сейчас на Крещатике. На Крещатике. То есть, здесь, как бы, стали эти люди, чтобы сюда не прошли Тимошенко, потому что через них пройти нельзя. Я так понимаю. Они договорились, чтобы затор такой сделать. Да, да. В свидетельстве, да. Понятно. Спасибо. В общем, я желаю вам, чтобы вашу пенсию не снижали, не благодаря пенсионной реформе. Да, все равно все будет меняться. А вы считаете, что к лучшему, если так работать? Надо же, чтобы к лучшему. Ну, к лучшему. Все будет к лучшему. Нет, ну не у всех. Кто-то живет. Ну, как может быть пенсионная реформа нормальна, если мужчины умирают в 62 года, а должны выходить на пенсию в 65? Это надо быть уже не знаю кем, чтобы считать, что это нормально. Или не думать. Что? Я не курю, но это не значит. Не все курящие умирают. Это речь о среднем. Люди от перетруждения умирают обычно, а не от того, что курят. Я видел фотографию Фафла Сурия. Она 128 лет жила с трубкой. Грузинская долгожительница. То есть не от курения, а от состояния здоровья, от всего. И когда человек эксплуатирует и пренебрегает, то тогда вот такое получается. Вопрос не в экологии, вопрос в мозгах. Что если ложь, тогда это вот так вот и будет. Спасибо вам.